Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Разумеется, как и всегда, в 9.30 по Москве мы разбираем события, которые имели место быть на торговой сессии, собственно, предшествующей. В данном случае мы говорим о торгах среды и смотрим, конечно же, на отчеты, которые выйдут сегодня, стараясь прогнозировать то, как они в целом повлияют на динамику привычных для нас финансовых инструментов. Но я думаю, что сразу можно перейти к повестке текущего дня, отметить отчеты. Начнем мы с статистики по Англии, в 12.30 по Москве выйдут данные по роничным продажам. Не знаю, будут ли они оказывать и окажут ли серьезное влияние на динамику фунта, потому что самые важные отчеты, если можно вообще так сказать, на фоне тематики Брекзита. Самые важные отчеты уже миновали, это динамика по росту зарплаты и по инфляции, потому что эти индикаторы как раз и влияют на возможные изменения процентных оставок, хотя я очень скептически еще отношусь к перспективам ужесточения монетарной политики в Англии. В целом мы еще об этом поговорим. Я думаю, что многие из вас со мной согласятся, что не видать пока таких действий и факта ужесточения политики, как в своих ушей британскому регулятору. В 16.10, друзья, снова выступает Питер Прат, как вы помните, это главный экономист ЕЦБ. Снова мы говорим о его мягкой позиции относительно монетарной политики. Снова мы пытаемся понять, сможет ли он в конце концов, буквально уже через две недели, повлиять на риторику драги и дать продавцам сигнал, который ожидается о том, что еврозона нуждается в прежних экономических стимулах, потому что вот с учетом того, что мы уже переварили в плане фундамента, для нас, пожалуй, перспективы монетарной политики еврозоны, так же, как и перспективы политики Финрезерва, остаются основными, что ли, факторами, фундаментальными обстоятельствами для, собственно, торговли. Поэтому сегодня, да, у нас не драги, у нас всего лишь Питер Прат, но послушаем, что он скажет, хотя его позицию мы уже, в принципе, знаем. В 16.30 выйдет отчет по роничным продажам в США, это уже важная статистика, друзья, поскольку, ну, это американская экономика, и роничные продажи являются для американской экономики еще одним индикатором о, собственно, потребительской активности, индикатором, который, в конце концов, влияет и на инфляцию, и на будущее решение Финрезерва. В 19.00 запасы нефти в США, вот это важнейший релиз, потому что мы про нефтянку говорим вынужденно, в последнее время очень много, потому что нефть показывает рекорды по движениям, по волатильности, в принципе, вы это сами прекрасно видите. Сегодня очень важный отчет, напоминаю, что почему с запасом мы разбираем четверо, потому что в понедельник День ветеранов был в Штатах, и публикация релизов поехала, ну, ровно на сутки вперед, то есть вчера у нас был Американский институт нефти, который порадовал продавцов, потому что запасы снова выросли довольно серьезно, и сегодня уже официальные цифры, настраиваемся, в принципе, на примерно схожее значение с отчетом Американского института нефти. Ну вот на этой ноте давайте перейдем теперь к рынку нефти, в частности, 66.20 – это закрытие прошлой торговой сессии, 65.82 – это те котировки, которые мы наблюдаем сейчас. Я бы даже позволил себе сказать, ну, пусть это не так очевидно сейчас, но что-то подсказывает мне, что котировки постепенно уходят на отрицательную территорию, то есть сегодня распродажи будут продолжены. Подводя итоги вчерашнего торгового дня, у нас уже не будет, друзья, какое-то время возможности говорить о рекордных снижениях самых длительных периодов распада по WTI. Помните, как каждый день из последних, ну, за исключением вчерашней торговой сессии, из последних 12 дней мы говорили о том, что мы фактически свидетели того, как вершится история. Сейчас котировки уже отросли на чуть-чуть, конечно же, но это прервало те тенденции нисходящие, которые сложились. По Brent вчера тоже мы видели перехват инициативы, видели, как пытались даже затащить и закрепиться выше 67 долларов за баррель, но пока что попытки не уменьшались успеха. Мы в целом можем сказать, друзья, то, что рост, который мы видели вчера, он никак не связан с фундаментом. Из интересных событий и новостей вчерашнего дня можно вводить только доклад Международного и аналитического агентства, но его содержание больше располагает даже к продажам. И не даже, а в принципе может способствовать только возвращению продавцов в этот актив и, собственно, попытку утянуть Brent еще ниже. Поэтому я предположил, что вчерашний рост носил исключительно технический характер. Сегодня мы уже обращаем внимание на фундамент. Но вот чтобы далеко не отходить от отчета и доклада Международного и аналитического агентства, я прям хочу, чтобы вы снова запомнили некоторые цифры, хотя с другой стороны мы уже о них говорили. В частности, по Международному и аналитическому агентству, по докладу, очевидно то, что страны, три ключевые страны, это Саудская Аравия, Россия и США, удерживают общий показатель предложения выше 100 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, вот интересный параллель, то, что за последние полгода, можно сказать, да, а с мая, рост в Штатах был зафиксирован ровно на миллион, в Саудской Аравии добыча нефти выросла на 620 тысяч баррелей, в России на 445. И Международное и аналитическое агентство связывает этот бум по добыче, как раз с ожиданием ввода санкций против Ирана, которые, как вы помните, вступили в силу 4 ноября. Но очень сильно спутали карты Соединенные Штаты Америки, которые, с одной стороны, и спровоцировали, некоторое время назад орали цен на нефть из-за потенциального риска нехватки предложения. А с другой стороны, буквально за день до того, как вступили в силу эти санкции против Ирана, сообщили об исключении для ключевых потребителей, покупателей иранской нефти, о том, что они освобождены от запрета, предполагающего ограничения поставок со стороны Ирана. Мы об этом много говорили и фактически свели на нет все попытки трейдеров поработать с фундаментальным фактором в виде риска дефицита предложения. Сейчас уже оказалось так, что на рынке этого дефицита в принципе быть не может, и риск это другое, это риск перепроизводства. Но вот спохватились очень поздно, многие поэтому прогадали, просчитали и оказались заложниками вот этого нисходящего тренда. Друзья, я надеюсь, что вы все-таки вместе со мной работали с этими многочисленными вводными по предложению, по спросу. Мы постоянно сравниваем эти две составляющие, поскольку говорим о сырьевых инструментах. И на основании этого вы прислушались к моим рекомендациям, поставив, собственно, на долгосрочную слабость нефтянки. Возвращаемся все-таки к вчерашнему дню по докладу Международного антического агентства. Вы его, друзья, напрашиваете сам собой. Рост предложений существенно опережает рост мирового спроса. Не будем сейчас уходить в дебри, связанные с потенциалом глобального экономического спада из-за торговой неопределенности. Это тема, которая, я надеюсь, для вас не нова, и вы знаете, к чему это в конце концов приведет. Важно то, что на рынке нефти еще больше сейчас факторов, из-за чего котировки должны оснижаться. И сегодня, друзья, кстати, помочь нам может и статистика от Администрации энергетической информации, потому что сегодня в 19.00 мы ждем отчет по запасам нефти США. И если провести параллель, вернуться к тому, что у нас есть уже в плане опыта того, как соотносится отчет Американского института нефти и Администрации энергетической информации, мы не раз уже убеждались в том, что эти данные коррелируют между собой. И если вчера мы получили от Американского института данные серьезного роста, вполне возможно, что рост будет зафиксированный официальным ведомством. По прогнозам Global Plats аналитиков, рост сегодня запасов составит примерно 2,5 миллиона баррелей в сутки. И, соответственно, это будет восьмая неделя. Прошлая неделя станет восьмой неделе подряд увеличение запасов. Конечно же, на это должны отреагировать медведи. Поэтому буквально вчера мы с вами взяли небольшую паузу, скажем, в расчете. Не делать ставку на технику, пока и возможность коррекции нефтянки восходящей. Из-за того, что вот так вот просто, без какого-либо сопротивления, полуровень 70 долларов за баррель, агрессивно пролили нефть еще ниже. И вчера мы пришли к выводу, друзья, что, скорее всего, фундамент, сложившийся на текущий момент, будет утягивать, тащить, тянуть как угодно, топить нефть. Но, наверное, уже к другому важному техническому рубежу. Это 60 долларов за баррель. Я думаю, что сегодня нефть может стать еще ближе к данной отметке. Рубль 67. Рубль просто баловень судьбы сейчас. Потому что вчера, когда с открытия мы готовились, я думаю, что многие тысячи трейдеров-спекуляторов готовили поставить на его слабости, исходя из того, что это актив, отвечающий за сырьевую экономику, уязвимую в связи со снижением цен на нефть. Но прессинг на рубль был непродолжительным. Вы знаете, с чем это связано? Буквально в тот самый момент, когда открылись торги на МВБ, на рынок, пришла новость о том, что американские сенаторы, возможно, до конца этого года, не будут рассматривать еще один пакет финансово-экономических санкций против России. И аргументация до невозможности простая. Якобы сейчас у них очень много дел с кадровыми перестановками. Вот, кстати, сегодня, когда мы будем говорить про американский фондовый рынок, мы коснемся одного персонажа, который вступает в игру, и он может подорвать будущий рост финансового сектора, американской фонды, ну и, в принципе, сказаться, обернуться еще одной причиной, из-за которой нефть, точнее, фондовый рынок США, NASDAQ, S&P, Dow будут оснижаться. Так вот, сенаторы сейчас заняты назначением на ключевые посты, там суд еще, реформы сельского хозяйства, отрабатывают разные сценарии того, как протаскивать разные законодательные инициативы после прошедших выборов Конгресса, и сейчас, мягко говоря, не до России. В частности, ну, прямой комментарий, друзья, то, что новый пакет финансово-экономических санкций, просто нет времени, чтобы его сейчас согласовать, и, может, нет времени, чтобы голосовать за него. Поэтому, если этот комментарий, он, правда, был сделан не на кого-то там, кто имеет отношение к власти США, а непосредственно с указанием, это комментарий от Бумберга с указанием на сенаторов, если действительно новые финансово-экономические санкции, они неизбежны, но просто уедут на 2019 год, то тогда у рубля есть какая-то надежда не закрыть. Год так плохо. Год будет закрыт плохо, но не так плохо, как мы допускали изначально. Эта новость вчера взбодрила рубль, но, собственно, все факторы, которые реально могли оказать поддержку рублю, я про налоговый период сейчас не говорю, потому что считаю, что он не в силах тягаться, опять же, с тем, что происходит на рынке нефти. Если цены на черное золото сейчас, после сегодняшнего отчета, в ходе последующих торговых сессий, окажутся снова ниже, уверенно, ниже 65 и будут претендовать на движение в районе 60, я думаю, что рубль, как ни крути, невзирая на какую-либо поддержку, снова, друзья, даст слабину и окажется выше 68. Я предлагаю, как и раньше, ставить лишь на его девальвацию неизбежную, ну, просто признать факт, что пока что у рубля есть причина, чтобы не терять так активно, как он мог терять. Дальше, друзья, идем евро против доллара. В целом можно сказать сразу прям про американцев, про евро и про фунт, потому что вчера, как вы знаете, буквально под закрытие торговой сессии пришла новость о том, что Тереза Мэй смогла согласовать проект соглашения в парламенте, в кабинете министров. Это тут же привело к всплеску интереса в отношении евро и фунта, ну, незначительному, и ослабило немного позиции, собственно, доллара. Ну, а теперь чуть детальней и все-таки подробнее. По евро почему я считаю то, что у европейской валюты, как и раньше, ну, только одно будущее, это стоит меньше. Я продолжаю, друзья, делать ставку на слабую статистику. Вчера вышли данные по экономическому росту и Германии, и еврозоны. Анализируйте, что вам больше нравится, и делайте на то, на что больше хочется сделать ставку. В ВВП Германии в третьем квартале 1,1% с 2% в два раза хуже. И это только, друзья, на начало будут цифры еще слабее, потому что мы уже получили ряд индикаторов, которые пока что не учитывались вот в этом отчете по экономическому росту. Индикаторов о состоянии, начиная от производственного сектора и экспорта, которые серьезно просили. Поэтому следующие цифры будут, соответственно, еще хуже. ВВП еврозоны 1,7% с прошлого, в принципе, тоже уровня 1,7%, но это слабое значение. Промпроизводство тоже еврозоны минус 0,3%, это правда динамика в месячном выражении. Не забывайте, друзья, что у нас очень болезненный является, ну не только, наверное, у нас, а у всех тех, кто обращает внимание на весь спектр европейских активов, очень болезненной является тема итальянского бюджета. И вот странно, что нет новостей. Ну зачем тогда нужно было ставить вот эти дедлайны 13 ноября, если не будет предоставлено проект документа, пересмотренного по дефициту бюджета, соответственно, карательные меры. Но где они? Хоть какую-нибудь новость бы нам сейчас получить, возможно, будут они. Я думаю, что невозможно 100% они должны быть, потому что это серьезный процесс. Это процедура фактически отказа одного из европейских государств, в данном случае Италии, соблюдать нормативы, требования, утвержденные для всех членов валютного блока. И Италия, даже несмотря на угрозы, на вот эти озвученные опасения и негативные последствия, с которыми они могут столкнуться, все равно приняли решение действовать в рамках того курса, который, в принципе, был определен позицией и политикой евроскептиков, которые с некоторых пор пришли к власти в Италии. Я думаю, что к этой теме, друзья, мы с вами вернемся уже на следующей неделе, потому что прочий фундамент уже становится все менее и менее интересным. Я уверен тоже, что на следующей неделе мы либо будем получать новые подробности по соглашению Брекзита, либо мы будем говорить о конфликте и новостях по торговым отношениям США и Китая, либо, возможно, уже с выходных появятся новости по тому, как дальше будут обстоять дела в ситуации и в споре между Еврокомиссией и Италией. Предлагаю сделку селлимит по евро-доллару с отметки 1.1350. По британцу теперь котировки 1.3011. Не знаю, имеет ли смысл сейчас говорить про статистику, но давайте скажем. Данные по инфляции 2.4 в годовом выражении. Процент, разумеется, в прошлом месяце мы видели такие же цифры. Базовая инфляция также осталась на уровне прошлого месяца 1.9%. И эти данные были использованы как еще один намек на готовность британского инфлятора повышать процентные ставки. Я в начале брифинга отметил, что пока что об этой теме говорить еще рано. Ну а теперь к тому, что же было по Брекзиту, по новостям. В принципе, их характер крайне разнился в рамках торгового дня. Я думаю, вы все могли заметить, как фунт ходил на 100 фунтов вверх, 100 фунтов вниз. И вот не раз такую динамику и такие кируэты демонстрировал. В частности, буквально за несколько часов до закрытия торгового дня появились новости о том, что Тереза Мэй не выступит перед общественностью с фактическим анонсом итогов прошедшего обсуждения. Потому что переговоры затянулись, они должны были уложиться в регламент 3 часов, в итоге растянулись на 5 с небольшим. Но вот под самый занавес торговой сессии все-таки Тереза Мэй сообщила о том, что соглашение достигнуто. И вы знаете, я увидел эту новость первой. То есть, обращая внимание именно на осводки новостные, не на то, что демонстрировал график. Я открыл параллельно сразу же после этого динамику пары, графика пары фунт-доллар. И настраивался на то, что фунт, поскольку все-таки новость положительная, и учитывая, как много негатива было в последнее время, должен был отличиться ростом, точно рекордным за очень длительный период времени и точно больше нескольких фигур. Но каковым было мое удивление, когда я увидел, в принципе, динамику в рамках торгового дня от открытия до закрытия торговой сессии всего лишь несколько десятков фунтов. Да даже какой-то маломайский, сейчас пусть я не знаю, чем будет, но впоследствии более важный релиз, по инфляции и по динамике роста заработной платы, оказывал на британца куда больше влияния. И на основании этого, друзья, я сделал вывод о том, что-то здесь неладное. Но не может фунт вот так вот просто пропустить мимо ушей такое важное соглашение. Если фунт не отреагировал ростом на такой серьезный позитив, ну может быть позитив на самом деле, не такой уж и позитив. В данном случае я считаю, что странно, что еще и Джереми Корбин не выступил, потому что это хорошая возможность для него воспользоваться ситуацией после обсуждения в кабинете министров и еще раз озвучить свое недовольство политикой Терезы Мэй. Это ведь важно для него, он оппозиционер, ему как политику важнее всего первоочередная задача для него, ну помимо сохранения стабильности в стране, конечно же, это все-таки сместить с поста Терезы Мэй. Однако комментарий от него не последовало. Даже вот заявленного экстренного заседания, которое до еще обсуждения в кабинете министров, как следующий этап вот этой дорожной карты, конечного подписания соглашения, заявленного экстренного заседания Европейского Союза, которое раньше допускали, может пройти 25 ноября, даже на это не было сделано. Конкретики, такое ощущение, что рынок находится в какой-то пространстве и не понимает, есть ли соглашение-то в итоге или нет. Но документ, друзья, настолько большой, что я думаю, что несколько дней в нем точно будут копаться больше 500 листов. И, наверное, каждую страницу придется проштудировать. Я этим заниматься, разумеется, не буду, но те, кто уж совсем очень, скажем, внимательно и пристально следят за всеми деталями, сделают это. И я думаю, что не нужно пока отказываться от коротких позиций по британцу. Хотя бы потому, что фунт не вырос. Возможно, всплывет какой-то негатив и, кто знает, вероятно, он будет обозначен на рынке в эти выходные. Не торопитесь, друзья, сейчас откупать британца. Я бы взял свои слова назад. Я бы признал то, что фунт теперь стоит рассматривать в качестве кандидата на рост. Просто если бы британская валюта показала восстановительную динамику, серьезную, интересную, но ее нет. Поэтому рекомендую сохранять короткие позиции. Более того, ставить для тех, кто не торговал еще в пунктах матложки, в частности, села лимит с отметки 1.3050. Доллар иена 113.45. Немного мы отошли от локального максимума, который был зафиксирован на отметке 114. Но еще не вечер сегодня на сроничной продаже. Сегодня снова выступление Джерома Паулса, который возглавляет американский регулятор. Вчера у нас по статистике данные по инфляции 2,5% в соответствии с ожиданиями. Базовая инфляция 2,1% с 2,3% небольшое снижение. Вероятно, оно повлияло на настроение трейдеров. Хотя, в целом, друзья, после того еще, как выступил вчера Паулс, стало ясно, что американский регулятор все-таки склоняется в пользу того, что ставки нужно будет повысить в декабре. Хотя были сделаны осторожные комментарии по поводу риска в виде более слабых темпов экономического роста и того, что экономика США очень сильно уязвима перед этими рисками. Ну, наверное, как и любой другой регион, но без каких-то далеко идущих последствий в плане того, что эти риски могут отразиться на монетарной политике. Об этом сказано не было. Соответственно, делая вывод о том, где находится сейчас инфляция, на каких высоких значениях, делая вывод и акцент на то, что риторика Федрезерва остается жесткой, я считаю, друзья, то, что слабость текущая американца является лишь временной, и доллар-иена, в принципе, сохраняет потенциал роста. Я думаю, что мы буквально сегодня-завтра снова, собственно, сможем оттолкнуться от вот этих минимальных, на мой взгляд, уровней и пойти выше. Американский фондовый рынок, мы делаем акцент в последнее время на USA30, то есть Dow Jones, 2500 пунктов. Сейчас, друзья, точнее, 25 тысяч пунктов. Цель у нас очень гораздо ниже 24 тысячи пунктов. В принципе, пока сценарий отрабатывается, американский фондовый рынок снижается. И вчера американскую фонду утянул вниз снова технологический сектор и финансовый. Технологический сектор из-за того, что снижаются акции Apple, по сути график, посмотрите, что действительно с локального хая уже больше 16% потери яблочного гиганта. А вот что касается финансового сектора, то здесь в игру вступили опасения за то, что демократы будут закручивать гайки финансового сектора, создавать трудности. И, может быть, не из-за того, что они хотят создавать трудности, а из-за того, что они пекутся о финансовой стабильности. Не хотят, чтобы финансовый сектор обрушил американскую экономику, как это было в 2008 году. И сейчас все обсуждают, собственно, кандидатуру, по-моему, Воклера. Это человек, который, честно говоря, я даже не знаю пол, потому что мне интересно, скорее всего, это женщина, потому что попадалась она один раз мне в новостных сводках. И я знаю то, что она действительно человек, который выступает против ряда тех позиций, которые сейчас лоббируются Федрезервом. И очень сильно она критикует решение Федрезерва снизить требования для коммерческих банков по нормативам достаточности капитала и ликвидности. Соответственно, если ее назначат на пост руководителя комитета по финансовым рынкам, я думаю, что Федрезерву придется по многим вопросам пересмотреть свою политику. И финансовый сектор этого очень сильно опасается. За вчерашний день потери превысили, по-моему, 1,7%. И эта отрасль и утянула, собственно, в несключевые американские индикаторы. В принципе, сохраняем короткую позицию и здесь, по остальным валютным парам все без изменений. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.